ну вот друзья я был только что на привозе сейчас я уже уезжаю немножечко когда буду ехать покажу вам выезд с привоза город одесса автовокзал здесь рядом немножко буду снимать дорогу для тех кто любит одессу любит этот город и у него ностальгия по нему я поеду на море я не буду снимать как я купаюсь это очень скучно вот поэтому я просто поеду на море немножечко буду снимать дорогу конечно же я кое-что потом вырежу немножко все-таки вы увидите то что я снимаю я в пути буду есть как я и говорил с 18 декабря 2018 года я на вегано-сыреческой диете я купил себе черешень вот этих вот белых и буду по пути их есть я уже их ем ем плюю плюем вот живем сейчас в одессе очень жарко очень жарко и и надо купаться надо идти купаться я поехал и я выезжаю отсюда а вы смотрите как я еду ничего рассказывать не буду я я планирую еще поехать белоруссию хочу белоруссию посмотреть поснимать мне сказали это очень интересная страна я когда-то был там давно и надо освежить знания как говорится вот так трамвай такое движение надо иногда чаще быть внимательным чем обычно а то можно влететь в аварию и надо не знаешь куда ехать пути и знаки вот смотрите по сторонам надо кстати попробовать будет у меня есть видео регистратор может быть на видео регистратор видео лучше будет сниматься прямая дорога без этих вот киданий камер туда-сюда купила черешню кстати женщина сказала смотрите там маршрутки вот одесса затолка отсюда можно уехать куда хочешь по территории украины по крайней мере это я развернулся привоз остался там автовокзал остался там а вот жиды вокзал это жиды вокзал справа был вид плохо будет видно конечно так но все равно лучше чем ничего женщина сказала как я говорю черешня она собирала себя в огороде отдала мне килограмм 200 за 30 гривен это одно евро я правда недавно бесплатно рвало но это даже не дорого за одно евро целый килограмм килограмм 200 здесь тоже граффити есть видите но не так много конечно как в германии так вот жиды вокзал смотрим видите жиды вокзал они заметил везде практически одинаково выглядят везде городах у меня красный тут надо быть аккуратно или снимать или ехать я не знаю что это за церковь но смотрите маршрутка николаев одесса можно николаев уехать до николаева здесь 140 километров до крыма недалеко отсюда вот брусчаточка красивая тоже люди торгуют из меня конечно комментатор никудышный также как и оператор троллейбусы есть в одессе тоже проезд я не знаю какой вроде бы 7 или 8 гривен не 5 кажется 5 общественный транспорт здесь в одессе в киеве у нас 8 кажется или 7 я уже не помню тоже можно ездить здесь кстати в одессе не так как в киеве выходя из транспорта платишь в конце если нет контролера конечно и в маршрутках платишь на выходе не на входе не во время езды вот это вот сильно отличается от нашего киева ну и отличается от германии тоже в германии тоже сначала платить надо потом ехать вот я чтобы наверное не молчать понимаю что надо может быть на другом языке что-то сказать для наших немецких товарищей а что я буду зря молчать и снимать сегодня мы жмем одесса я снимаю этот снимок для тех, кто хочет путешествовать или попросить украину украину узнать что я продала зупор в доме продали nostанжер украина продаются. Смотрите, раз, два, три квартиры продаются. Дри Wohnungen sind zu verkaufen. Kann man hier eine Wohnung kaufen. Одесса ist eine Europastadt. Визу frei für die deutsche Bürger und andere europäische Ausweise. Nicht Ausweise, sondern Reisepässe. Also mit diesem Video kann man ein bisschen Одессa kennenlernen. Hier gibt es viele Schönheiten, Sehenswürdigkeiten, schöne Menschen, ein Meer, Söhne, alles. Was ist eine Touristenstadt? Die Preise sind von niedrig bis hoch. Kann man was günstig erwerben. Kann man genauso teuer wie in Europa erwerben. Hotels, Hostels. Ein Hostel hier, die Nacht pro Person kostet circa 5 Euro pro Person. Ich habe eigentlich gedacht, dass meine Abonnenten werden russischsprachiger. Aber manche Videos, wo ich auf russisch nicht zu kommentieren habe oder habe ich schon alles kommentiert, aber Video ist so lang, da kann ich auch ein bisschen deutsch, ein bisschen deutsch reden, damit die deutschsprachigen Bürger auch was mitbekommen können. Weil für die Übersetzung von meinen ganzen Videos habe ich leider keine Zeit. Also nicht nur Zeit, sondern auch Kapazitäten. Wie gesagt, ich war gerade auf einem Bazar-Markt sozusagen, der heißt Privos. Das ist ein sehr bekannter Markt, Privos. Da gibt es viele Witze über den Markt, Privos. Da gibt es viele Geschichten, alle Leute gehen dahin. Das ist sowas wie eine Sehenswürdigkeit von dieser Stadt. Ich muss links. Sehenswürdigkeiten von diesem Markt Privos. Es gibt Leute, die schreiben auf ihren Tisch, wo die verkaufen Gemüse, Obst. In Privos gibt es alles zu kaufen, sozusagen, und da gibt es Anzeigen, dass die Waage ist, ist sehr genau, ja, also nicht geeicht, sondern sehr genau zeigt. Das ist noch so ein Trick, die Kunden dann zu ziehen, weil Privos war nicht immer ehrlich mit dem Gewicht, ja. Man kauft ein Kilo, aber es wird 800 Gramm geworden und verkauft für ein Kilo, ja. Deswegen manchmal muss man die Kunden ansehen. Das ist der Odessische Flughafen, das ist der Odessische Flughafen. Ich sage, dass es ein Portofy город Odessa ist, das ist alles klar, dass man kann, dass man in der Maschine zu fahren kann, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren. Natürlich, wie überall, in Europa und in Deutschland, muss man sich anschauen, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren, zu fahren. Ничего, здесь не безопасно, как не знаю где, я вообще куда бы не приехал, я не чувствую, что мои карманы в безопасность, я слежу за ними везде, будь то Лейпциг, Берлин, о фуникулер, смотрите, а это Потемкинская Лейпцица, очень крутая, известная считается, я не знаю, что мне крутого, но она очень известна, все туристы делают селфи, в инстаграм выкладывают, ну и фуникулер, понятное дело, он в Киеве тоже есть. Я не даром сравниваю все с Киевом, потому что самые такие типичные города для Украины, это конечно Одесса и Киев, Львов считается уже более такой, тоже исторический, но более уже такой западный город, там нет фуникулера, там нет порта, вот поэтому Львов это уже почти как Польша, по достопримечательностям, как Краков, вот, поэтому я Львов как-нибудь тоже сниму, я там как-то гулял, я там несколько, я пару дней там жил, кажется, он тоже очень красивый, чтобы во Львове гулять и знать, где что гулять, надо, конечно, кого-то знать, даже кто-то показал, это же всегда хорошо, когда кто-то показывает тебе город, в котором ты не живешь и ничего не знаешь. Ну вот, смотрите, я еду по Одесской улице, я не знаю ни названия улиц, ничего не знаю, я езжу по навигатору. Тот, кто из Одессы, он знает, что это его родная улица, если он живет непонятно где и скучает по своему городу, родному одесскому городу. О, сейчас вот лиманом потянуло, а может это канализация, тут не поймешь, это или запах лимана или канализации, потому что он и джинтичен на самом деле. Вот это, конечно, Одессу сглаживает, да, если такой запах где-то я в Киеве услышу, то я знаю, что это канализация, но никак не лиман. А тут не поймешь, тут, конечно, Одесса выигрывает в этом смысле, очень выигрывает. Так, друзья, скоро я уже буду на море купаться, и как я уже упоминал, я его не буду снимать, это скучно, как я купаюсь, ну кому надо видеть, как я купаюсь. Эти видео еще есть, где я купаюсь, их полно, я повыкладывал, где я купаюсь, постоянно купаюсь, ну а то, не знаю, когда такое годится. Постоянно купается. Вон шиномонтаж, смотрите, да, вот это прикольно, колесо, шиномонтаж. Сразу видно, что там можно сделать колеса. Колесо отбалансировать здесь и заменить резину стоит около 5, там, 5 евро, кажется, до 6 евро одно колесо. В Германии можно найти за 10 евро за колесо, отбалансировать и поменять его резину. Но это надо еще и поискать, не везде это делают, не у всех городах. Сейчас уже даже с этим трудно. Здесь везде вот газ на авто ставят. Значит, секрет газа на авто, раз уж мы затронули эту тему, точнее я тут сам с тобой разговариваю. Почему газ в Германии не ставят? Почему в Германии считается, что газ ставишь, и машина проходит не больше 90 тысяч, и уже при 60 тысяч проблемы начинаются с мотором из-за газа, а здесь гоняют по 200, по 300 тысяч, и все нормально. Я задал одному очень хорошему специалисту, механику, его зовут Андрей, вот, и говорю, ну Андрей, скажи мне, пожалуйста, ну почему так? Тут гоняют машины, а в Германии ресурс мотора такой ограниченный. Здесь что, установка не та или что? И тут мне он и говорит, ты знаешь, газ, значит, газ на Украине и России, он не такой, как газ в Германии. Вот. Поэтому в Германии газ, на немецком этом газу, газу или газу, или газе, вот, на немецком газу ресурс мотора, он очень быстро, сильно сокращается. Он не предназначен. Он, конечно, по-другому выразился, что, потому что в Германии вот такой-то, всякой-то газ, вот, опираясь на его качество. Но, примерно, вот я пересказал его слова, что он не совсем подходит для для газовых машин, и для моторов, на которых установлен газ. Поэтому здесь ездит на газу одно удовольствие. в принципе, в этом что-то есть. Вон, копейка поехала, видите? Напоминаю, друзья, ой, ну ладно, желтый можно еще. Я помню, что некоторые друзья мои засыпают под мое видео. Баю-баю, спите, конечно. Я рад, что вы под мое видео засыпаете. Я рад, что вы смотрите. Мои все друзья, это мои первые подписчики. вот, смотрите, да. Я знаю, что многие не были в этом городе, им было бы интересно посмотреть это все. Ну вот, смотрите. Смотрите, смотрите. Вот мы на окраине Одессы, на самом деле. Это если сравнивать с Берлином, то это какой-нибудь там морцам. если с Киевом, то мы въезжаем на территорию Вортничи. Если сравнивать с Лейпцигом, то мы в Генау. Остальные города, ну, если с Питером, то это Гражданский проспект. В Москве и не был с Москвой, не буду сравнивать. Может быть, если это Дрезден, то это Нойштадт. Хотя, может, даже и дальше, чем Нойштадт. Завод какой-то. Дороги здесь относительно хорошие. Не знаю. Сел, приехал, скупнулся в море. Одесса то, что надо для этого. Когда жилье, если хотите найти на время прибытия, здесь не любят одиночек, одесситы, и не любят короткие сроки. Они любят, чтобы было 2-3 человека, чтобы в одной комнате могло спать 2-3 человека. И любят большой срок. На неделю, на 10 дней, на 14. Вот. Один раз мне так же так сказали. Женщина сказала. Когда не хотела брать. Ну, вы знаете, у нас тут в Одессе принято выбирать квартирантов. Ну, принято или не принято. А, нет, можем себе позволить. Представляете? Вот так вот прямо и говорят друг другу здесь. на базаре я тоже слушал, видел одну историю такую, где женщина ходит, продает чай, ну, и остальные напитки. А к ней подходит то, что там торгует. А, это была барахолка, да, облачевный рынок. Подходит и говорит, дайте мне горячей воды. Она говорит, я не даю горячую воду. А она говорит, да я куплю. Так я не продаю горячую воду, я чай продаю там, еще здесь какую-то коламузь. Она говорит, да я вам заплачу как за два чая, дай тебе просто стаканчик горячей воды. А та говорит, да ничего я вам не дам, успокойтесь, что вы это? Представляете? Не, ну, у меня удивлению нет предела. Женщина не хотела продавать другой женщине чашку, стаканчик горячей воды по цене двух чая. Это Одесса, здесь вот так вот. Здесь все так с друг другом разговаривают. Прекрасный город. Так, я приехал купаться. Здесь пляж. А здесь куда не заедь везде пляж. Пляж, 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 пляж. Вот. Можно тут машину парковать или нельзя, я не знаю. Все паркуют, я паркую. Тут, конечно, иногда можно как все делать, да? Не так, как в Германии был случай, где все стали, припарковались где хотели, а я подумал, да нет, тут что-то не так, нельзя же так парковаться. Но все стали, я, конечно, отъехал, припарковался в другом месте, а потом прохожу мимо, у всех висят штрафы. то здесь как раз пока что еще действует, да, как все парковаться, поэтому я паркуюсь как все и штрафов никто не вешает, машины никто на буксире не увозит, вон, нерегулярный перевод. Так, я уже, в принципе, ищу место, чтобы парковаться. Ох, какое длинное видео, всем понравится, а? Пацаны, да? Кто-то будет засыпать под него, я знаю даже кто, включит себе, а, я звоню другу, говорю, ну что, ты соскучился? Он говорит, нет, не соскучился пока что. Я смотрю регулярно твои видео. Так что, смотрите мои видео регулярно. Все, я паркуюсь. Я хочу напомнить, что я с 99-го вегетарианец, с 18-го декабря 2018-го года я на вегано-сырейческой диете. Я сейчас в Одессе, я иду на море загорать, снимаю это видео, как здесь все просто. Я думаю, что даже может кто-то и поедет сюда после моего видео, потому что многие люди не ездят в определенные места, потому что не знают, как там. Вот. Обязательно можете писать мне, может быть, можем совместную поездку сделать. Знакомые, незнакомые люди. Знаете, как вот как немцы одни, мои знакомые, они так говорят, слушай, вот мы там с тобой в какое-то место, поедем нам, нам, говорит, обязательно все время быть вместе. Я говорю, да нет, ты что, зачем быть вместе? Зачем быть вместе постоянно? Это же надоедает. Я говорю, это же надоедает, постоянно быть вместе. Это уже не интересно так. Ладно, лавки не взял. это надоедает, быть вместе. И каждый раз ходится, куда он хочет. Вот и все. По вечерам там можно встречаться, видеться. А так можно делать, кому кто что хочет. Устроительный комплекс. Вот. Поэтому, если кто хочет, сейчас я хожу один, может присоединяться, может сама компания быть. У меня машина, ну, мы можем сброситься. Конечно же, обязательно сброситься. Вот, чтобы поделить бензин или дизель, в общем, топливо. Обязательно мы сбросимся. и поехать можно куда хочешь. В какую-нибудь страну, где кто-то не был или хотел, но боится. оно всегда страшно то, чего не знаешь. А когда начинаешь смотреть, оно и не так уж и страшно оказывается. Вон, смотрите, да, на забор он себе сделал. Стекляшки. Понавтыкал. Вот. Я взял свою черешню. Вот она. Да, моя черешня. Я только сырое ем. Сырые овощи и фрукты. Вон, ребята, на мотороллере катаются. На пляж прямо заезжают на мотороллеры. на мотороллеры. Вот он, пляж. Вот он, пляж. Людей много. По-моему, у меня нет очень много людей. Все, снимать перестаю. Иду купаться. Приезжайте в Одессу. С вами был Сергей Лихий. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.